Сенатор Курганской области Сергей Лисовский посоветовал россиянам лечиться марганцовкой и аскорбинкой, а не покупать дорогие зарубежные препараты. Запомните вот это лицо. Человек с фамилией Лисовский рекомендует, советует россиянам лечиться марганцовкой и аскорбиновой кислотой. Народ нищает четвертый год подряд. Миллиардеры с такой физиономией воруют миллионы и просто издеваются над народом. Его слова приводит ура.ньюз. «Что-то я не видел марганцовочку, чтобы рекламировали, которые меня лечили в детстве, или аскорбиновую кислоту, которая прекрасно действовала», заявил Лисовский. «По мнению сенатора, рекламируемые по телевидению лекарства покупают преимущественно малообеспеченные россияне, потому что более состоятельные могут проконсультироваться с врачом. Приобретая подобные препараты, люди усугубляют болезнь, и в результате государству приходится тратить средства на их лечение», считает Лисовский. Интересно задать бы ему вопрос, а не лучше было, если бы государство контролировало те препараты, которые рекламируют по телевидению? Ведь все мы знаем, что даже по телевидению могут рекламировать и в аптеках продают не то, что даже пустышки, которые набиты мелом, а действительно якобы псевдо-медикаменты, которые могут оказать негативное влияние на человеческий организм. А тут он вместо этого рекомендует лечиться марганцовкой. Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил вместо американских лекарств пить боярышник и заваривать кору туба. Еще один дебил, который рекомендует народу. Сами они покупают виллы за границей, Майами, Европа, ездят туда отдыхать, миллиарды воруют из бюджета и тратят туда. Все увозят. А народ бедный должен лечиться боярышником и корой дуба. Это же куда? Если у кого-то аппендицит, он должен кору дуба, что ли, прикладывать? Или сердце больное? Или больные раком, которые не могут получать свои лекарства вовремя? Вот реально, то есть, ну, просто озверили. 13 апреля в Госдуме предложили принять законопроект об ответных мерах на американские санкции против России. Он предусматривает приостановку сотрудничества с Вашингтоном в атомной, авиастроительной и ракетно-двигательных тростях. Кроме того, депутаты предложили запретить импорт алкогольной, табачной и сельскохозяйственной продукции из Соединенных Штатов Америки. Что касается алкогольной и табачной продукции, это замечательно, чтобы принималось наше собственное производство. Насчет сельскохозяйственной продукции из США тоже только плюс, но единственное, чтобы его не заменяли химикатами из Китая. Пожалуйста, Турция, Средняя Азия, Закавказья, Северный Кавказ, та же самая Россия, пожалуйста. Но не надо заменять отравами. Уж тем более не нужно запрещать препараты. Пожалуйста, пишите в комментариях Ваше мнение. На этом все. Подписывайтесь на наш канал и Вы будете в курсе всех самых интересных событий. Всего доброго и до новых встреч. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...